здравствуйте в этом видео мы познакомимся с индикатором который шел в качестве бонуса к системе форекс мастер метод которую мы не так давно разбирали и этот индикатор называется караси power метр то есть и измеритель силы валют давайте установим его на график посмотрим что же это за индикатор как он выглядит и как им пользоваться какую можно извлечь из него пользу открываем график любой валютной пары любой темп фрейм вставка индикаторы пользовательский караси power метр у нас возникают настройки имя пользователя пароль вводить не надо для нас все как обычно на халяву далее по настройкам мы пройдемся позже здесь можно установить алерты цвета и так далее у нас через пару секунд после того как установлен индикатор на график появляется вот такое окошко внизу в правом углу графика здесь мы видим список валют евро фунт австралийский доллар новозеландский обычный американский и другие валюты основные представлены и видим вот такие вот линеечки одна потоньше другая чуть потолще по чуть потолще линия линейка обозначает ситуацию на дневных графиках силу валюты на дневных графиках линейка которая потоньше отображает силу валюты на часовой графиках это можно изменить настройках количество часов то есть по умолчанию стоит часовой график вот это вот более тонкая полосочка напротив каждой валюты можно выставить допустим h4 будет измеряться силу валюты на 4 часов графики давайте это сделаем у нас есть настройках параметр hours то есть количество часов щелкой мышкой и проставляем ну давайте допустим 4 и у нас вот индикатор подумал и сменился а теперь наш наша вот эта мали более маленькая более узкая линейка показывает силу валюты на четырех часовых графиках ту или иную валюту таймфрейм большой линейки более широкой по-прежнему остается дневным его изменить нельзя ну как бы ситуация на дневных графиках правило более важно чем часовых четырех часовых и более мелких таймфреймах давайте снова зайдем настройки вернем 4 сменим четырехчасовые графики на часовые как были по умолчанию здесь также можно задать настройках цвета обозначение валют то есть их не как не будет буковка умолчанию он ярко зеленый можно задать цвет нижней полосочки и значение цифрового отображения и более узкой все это цветов задаются параметрах также мы задаем какие пары какие валюты отображать может допустим если вы не хотите отображать иену можно ее стереть стерка джипай иену и и не будет ну и тут пары которые используются для получения данных также можно приписать настройках вот мы изменили у нас теперь еды нет допустим она вам не нужна была как же это все использовать зачем это нужно что вообще с этим делать вы видите что у нас отображаются силы валюты в значениях от 1 до 10 по шкале чем есть дробные значения к нему 4 9 2 и 7 ну собственно в данный момент обозначает силу конкретной валюты вот сейчас на дневных графиках нам показывает индикатор что евро крайне слаба валюта евро доллар довольно силен эти два более больше значение больше среднего это обозначает что тренд на дневных графиках по паре евро доллар сейчас вниз и при этом так как значение силы доллара американского на дневных графиках еще не достигла максимума то в то же время можем сделать вывод что есть еще перспектива для продолжения движения пары вниз давайте переключимся на дневные графики и мы видим что действительно намечается тренд вниз его самого начала вполне можно продавать и надеяться еще на получить прибыль ближайшие несколько свечей также как можно использовать этот индикатор для вычисления потенциальных точек выхода ну допустим вы купили там примеру доллар франк вы его так ну давайте допустим его продали так чтобы у нас вот как раз данный момент отобразить и что вы видите вы видите что сила франка на часовых и дневных графиках весьма велика причем на дневных графиках уже 7 и 2 то есть приближается к красным значением значение индикатора и в то же время вторая наша пара доллар относительно слабо что это означает это означает что в данный момент так приближаются красные значения франка его силы нам показывает этот индикатор что лучше из позиции выходить закрываться и готовиться к покупкам то есть данный момент у нас сила франка достигла максимума и он вот-вот перебьет давление со стороны медведей и пара развернется и начнет рост давайте еще рассмотрим какой-нибудь пример вот допустим у нас новозеландский доллар очень силен 7,5 на часовых графиках давайте откроем новозеландский доллар доллар у нас часовые графики у нас показывает большую силу новозеландского доллара на часовых графиках а в то же время смотрим на параметры просто доллара второй нашей валюты пали новозеландский доллар доллар американский и мы видим что показания на часовом графике обычного доллара американского составляют 3,8 и так что же нам делать у нас есть показания того что сила новозеландского доллара велика а сила американского доллара находится примерно на половине что же мы можем сделать вывод что сейчас в принципе еще можно покупать валюту и и когда сила новозеландского доллара вот перейдет в красное значение вот как сейчас и при этом сила американского доллара дойдет до минимумов на часовом графике ну то есть до значения где-то в районе двойки вообще такие у этого индикатора уровни минимальные которые можно рассматривать как уровни очень слабой очень слабой силы валюты и очень сильный это 2 и 8 то есть когда значение силы валюты меньше 2 или равно 2 означает что как бы это уже предел и она сейчас скорее всего начнется разворот и соответственно также для восьмерки означает что сила валюты на максимуме и уже как бы больше выжить ничего не получится из нее то есть когда у нас ситуация что одна пара находится в красной зоне а другая находится в темно-синей зоне при этом у нас визит покупка красной валюты которая сейчас максимально сильна то есть такой позиции пожалуй стоит рассматривать уже выход так как скорее всего начнется сейчас разворот ну вот по новозеландскому доллару сейчас мелькает семь с половиной восемь а доллар американский еще не достиг минимума своей слабости поэтому мы вполне еще можем держать покупки по новозеландскому доллару доллару а когда сила американского доллара спадет до минимума при этом сила новозеландского доллара будет стоять на максимуме наших часовых графиках то это вот самый момент когда стоит рассматривать выход из позиции на самом деле все это несложно если вы просто начнете логически мыслить вы это поймете надеюсь это видео было для вас полезным спасибо что были с нами записывать видео обзор для сайта трейдлайкопро.ру до свидания 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 трейдлайкопро.ру до свидания